Продолжаем исследование сегодня зверинец очередной. Тут стадо животных. Сегодня у нас как бы два вида, но шесть образцов. Это одно и то же. Шесть, шесть, но вида два. Животный мир познаем вперед, мои юные натуралисты. И начнем, начнем что? Вот с этой королярни, наверное. Тут вот такие вот симпатичные такие животные, по внешнему виду напоминающие коров. Но это у нас кто? Это у нас Волгир, ООО, вольский кондитер, город Самара. А почему мы не говорим, как это называется? Потому что я сам в растерянности, потому что тут вот опять конфета. Ну понятно, конфета. Понятно, что не майонез. А больше конфета вот на сливках. Это с маком. А, ну все понятно. Короче, это то, что мы раньше видели, это типа коровки, но коровка у нас запатантипантирована. И поэтому мы не можем писать коровка, и мы начинаем извращаться. Это у нас конфета на сливках. Ну, назвали бы бычок, какая уж все-таки симпатичная. Фольга. Ну, фольга такая, не металлическая. Такая, знаете, как такая, пластмассовая. Не сдашь, ничего не заработаешь. Так, Вольский кондитер, Самара, улица Тихвинская. Так, Волгир, почти топ-гир. Ту-ту. Ага, так, что у нас тут? Где у нас тут что? Крим-фурге конфета. А как это? Крим-фурге конфета на сливках с маком. Изготовлена по оригинальной польской, польской, о-о-о-о, курва, ну, специальной польской рецептуре. Ни хрен собачьего. Ну, вот, состав. Сахар-патока, пастеризованные сливки, 26%, ну, жирно, так жирно. Молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, мак, амортизатор, ванилин. Ну, состав, прямо так сказать, ну, прямо такая пышет здоровьем. Ну, вот она, вот такая. Так, а, наверное, мы сделаем так, мы по-быстрому. Значит, это у нас со смаком. Это у нас, что у нас с кокосом? О, поляки намутили. Так, смотри, тут это дорожественное государство, недорожественное. Как бы они нам тут что не подсыпали. Так, кокоса, мы тут, как говорится, хрен санкций. Кокоса тут мы не видим. Кокос, как видите, кокос? Это вот белый, это не кокос. Так, парилово. Дальше, с клюквой. Ну, я не думаю, что здесь клюквы посыпятся. Это, наверное, то же самое. Так, мак у них есть. Это, как котики, наркотики. Смотрите, прошлый выпуск. Оба-на, клюква. Клюква пошла вслед за кокосом. Оба, они, вот эти, вот, след клюквы. Вот, как и как. Вот эти две клюквы попались. А так, это просто на сливках. Это значит, там ничего нету. Там, там просто вот эти. Запечатаны так, знатно так. Так, чем отлич... О, блин, папандос. Вот это, вот это оригинальная, блин, польская технология. Или это крысы пожирают на складе. Это, конечно, сильно. Так, и это у нас с арахисом. С арахисом. С арахисом. На сливках. Так, ну вот. А нет, это вот, наверное, вот. И вот эта вся кладка. Кстати, они-то достаточно твердые. Не знаю, как я тут буду грызть эту... Ну что, что тут? Так, смотрим. Эть, а. О, ну-о. Напоминает коровку, но тут она подсыхает на краях. Становится твердая. Так, нет, мы сведуем клюкву. Оба, есть! Есть клюква, клюква, есть клюква. О, ну-о-о. Один манан, один манан. Один манан. Нравится? Ну, подпишись, нажми на кнопочку. Будет, может быть, даже прикольно. Спасибо. Те же яйца только с клюквой. Это у нас что-то было. Кокос, наверное. Кокос и не растет, и не ломится. Так. Кокос. В пролете никаких кокосов. Это арахис. А? Твердый. М-м-м-м. Прямо кусками какими-то. Так, это с маком. Со смаком. Так, все ясно. Значит, двух лавах. Очень отдаленная, напоминающая коровку. Ну, а, в общем-то, никаких коровок. Тут по-разному все не назвали. Нафига вам коровка, которая не похожа на коровку. Пускай это будет просто как фета. Как фета. М-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м-м-м. М-м-м-м, это не корова. М-м-м-м-м, это собака. Не, это же этот, как он? Этот же. Как он? М-м-м-м, который Тихон там, или как его? Нет. Яросин, который топил ее. Нет, не топил, подожди. Убил. Нет, убил он барыню. Нет, убил барыню. Нет, подожди, топором засек. Нет, Родион засек этот, который. Что же вы говорите? Родион Романович старушку-то с сестрой за 317 рублей положили-то. Говорит, э-э-э. Три старушки почти штука. Нет, подожди, шорз, уберись, куда мы ушли вообще. Так, му, му-мучарня. Значит, в двух словах, стоят они дешево. Если вы будете вот это видеть все, и вы даже не это, вы даже сильно не страдаете. Берите подряд все, они в принципе, это одно и то же, одна и та же хрень. Так, пососать. Ну, ну что я могу сказать? Ну так, так, конфета на сливках от Туб Гира, Криам, Фурге, Фурге, Фурге где-то слышал я. Фурге, такая-то знакомая фамилия. Ну ладно. Короче, берите, даже не разберите. Я вот выбирал, вот желтенькие, красненькие. Один хрен абсолютно. Вот это все. Да. Так, цена соответствует качеству и вкусам. Короче, вкус. Шестерка с минусом. Цена. Пятерка с минусом. Нет, шестерка, ладно, 6,6 пускай будет. Потому что, ну так вообще говененько. В общем-то, говененько. Тем более, я купил еще более-менее свежие. А вот когда они полежат, они же вообще становятся вот это куда я. Что? Ну что это такое? Эй. Все. Короче, все ясно. 6,6. Не очень рекомендую их. А вот у нас тут знакомые профили. Это у нас красный октябрь. Опять монстры. Дорогие. Сразу скажу. Дорогие, дорогие. Ну, мы знаем. Лейба, это значит приплата. Это значит бабки. Потому что за это надо платить. Оседлали верблю. До этого. Нет, здесь их много. О, здесь их много. Верблюдов. О, тут идет караван. По зыбучим пескам. Десять дней без воды. Что там? Сосут верблюды. Что сос? Хвост сосут. А вы что думали? Не, все нормально. Не, не, не. Так. Так. Смотрим. Кстати, пока я раскрываю. Вот видите, все верблюды у себя. Каракумов же этих немедлено. Там чувак какой-то есть на ютубе с этикетками, с фантиками. О, 17 разных караванов есть. Каракумов. Здесь и козылку бы даже есть. Потому что это заслаблено. А все вот слева как можно обойти, об ее говорить. Вот. А вот байка такая. Все верблюды двугорбные. Двугорбые все верблюды. А почему? А потому что сначала была одна горба, но фирма Кэмэл подала иск в трибунал на охрану своего верблюда. И поэтому договорились так. На Кэмэле верблюд с одним горбом, на Каракумах верблюды все двугорбые. Вот разделили товарные знаки. Так. И вот этого двугорбого, значит, застолбил красный октябрь, полежали, березы и стали. О, эти, так. Стандарт, совейский, так сказать, романтика. Смотрим, пять мелкие буквы, но, блин, что же делать-то. Пао Красный Октябрь, Москва, Красносельский, знакомый адрес. Производство Коломна. Ну, понятно, в Москве бабки скирдует, а в Коломне они, значит, штрягут этих овец, хотел сказать. Овец, таких же блюдов. Конфеты глазированные, шоколадные глазурью с корпусом типа пролине, каракум. Кстати, вот чё, каракум. Если ты хочешь выпустить каракум и боишься авторских прав, ну, переверни наоборот. Ну, поставь наоборот слова, буквы переставь как-нибудь, ну, шо. Каракум пойдёт и мужика нарисовать вместо верблюда, стоящего, значит, веренька. Покатит нормально, и всё, никто ничего не будет. Так, изготовитель, так, состав нас интересует, состав. Содержит, опять у них, я даже не читать могу, могу не читать даже. Там миндаль, следы миндаля, арахиса, сои, это всё понятно, чего тут дальше. Лицетин, как обычно, возможно, незначительное содержание переработки молока. Вот здесь, наоборот, содержит миндаль, арахис и муку. Не содержит ни шоколада, ничего не содержит. А вот, а следы, наоборот, переработки молока, фундука. Вот. Каракум, изрегистрированный товарный знак, Российской Федерации, Павла Октябрь. Если какие-то вопросы, звоните. Кстати, этикеточка такая, такая, фольгированная. Ладно, ну ещё, грызём, грызём. Ой. После нажатия откалывается, ну, в общем, да. Понятно. Но, то же самое, безлишне суховатая и твёрдая. То есть, вот, баслянистости, присущие там, чё-то, арахисовому маслу, какао-бабам, отсутствуют. Ну, со скрипом, со скрипом кирпичной крошки, немножко на зубах, а, а. Ну, да, в общем-то, конечно, если бы они стоили, как вот эта басла, топ-гировская, цены бы им не было. Но, опять, что это, чуть меньше 20 дохлых ненотов. А значит, мы приплачиваем, как сказал, что-то там самое дорогое в мире, это время. А я ещё добавляю и память. И когда ты видишь ностальгии, ой, кара-кара-кара-кара-кум, ты отлистаешь лишних денежков. Ну, а так, по вкусу, вот так всё, кисок, объективно. По вкусу, в принципе, в принципе, 7. Вкус нормальный, но цена опять, ну, поднавёрт, ну, прижмите вы свои изумруды в штанах. Немножко менеджменту. Ну, надо же как-то немножко совести вместе. Какая обстановка? Какая-какая обстановка-то? Ну, надо же, наверное, всем тяжело бнать. Надо как-то немножко поджиматься. А это что такие бабки вваливать за верблюда? Верблюд, а это его жёны. Вербля. Ну, жёны, короче. Ну, всех их надо кормить. Поэтому так, футгировские непоятные конфеты на сливках 6,6, а эти верживотные, короче, 7,5. Цена завышена. Эксплать дарой и дарой свободу верблюдам, свободу дарой эксплуатировать каторжный труд верблюдов. Ну, всё, короче, что-то я сегодня заболтался. Ждите, ждите новостей. Тут новая струя вроде организуется. Если чего, обозреть, пишите, что интересно. Конфеты тоже, астап, немножко, стап, 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 надо что-то как-то есть, там у меня мыслишки. Короче, не тянем время, не покупайте дерьмо, знайте, что стоит того, что не стоит. Всем привет, пока, пока. Ну, вы будете жрать, или нет? Всё, кино не будет, электричество кончилось.